Привет, просветители! Скорее всего, вы уже слышали о ЛГБТ-танце екатеринбургских старшеклассников. Да как иначе? Об этом трубили все паблики, высказывались политики, правозащитный центр... Иван-Чай! Уже пишет письма в прокуратуру. Если после вашей вечеринки Иван-Чай не написал заявление в прокуратуру, даже не думайте меня звать. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Соловьев, Канделак и прочие патриоты негодуют. В общем, подключились все. Проблема общероссийского масштаба. Сначала они танцуют, а потом... Ну, что будет потом, мы немного позже разберем. Меня больше интересует, а слышали ли вы о том, что пока у всех седалища горели от разврата на последнем звонке... Спойлер, танец был не на последнем звонке, но кто будет разбираться... В Красноярском крае директор с завхозом сожгли детский сад. Не слышали? А я не удивлен. Это же не шатание традиционных ценностей. Всего лишь поселок остался без детского сада. Подумаешь, дети могли погибнуть. Но портупеи-то на них не было, и в геев никто не планировал превращаться. Где возмущенные посты от политиков и чиновников? Где Соловьев, Сканделаки, когда они так нужны? Но привлеките внимание к ситуации. Осветите новость на свою огромную аудиторию. Зачем? И ладно, журналисты. Мы все понимаем, по какому принципу они расследование проводят. Если что, я не о всех журналистах говорю, надеюсь, вы понимаете. Но даже обычным людям до сгоревшего детского сада, внимание, единственного образовательного учреждения в поселке, дела не было. Пара комментариев под новостью и все. Бегом, Екатеринбургский, разврат обсуждать. Это важнее. Пепел вместо детского сада, последствия танца. Выбор очевиден. Срочно призываем власти разобраться во второй ситуации. В поселке Хайрюзовке Красноярского края детский сад загорелся из-за непотушенной сигареты. А можно уже про геев поговорить? Кому это детский сад интересен? По данным издания Краш Мэш, директор вместе с завхозом и уборщицей решили отметить начало летних каникул. Как утверждают местные жители, женщины курили и тушили сигареты в банку на подоконнике. Окно загорелось, пламя попытались потушить, но огонь перекинулся на крышу здания. Огненная вечеринка? Почему бы ее не обсудить? Но тут же столько неудобных вопросов сразу возникнет. А кому это надо? Не мне, я тоже свято верю, что глупые шутки школьников – главная проблема российского образования. Вот с танцующими десятиклассниками все понятно сразу. Расстрелять. Да и западные ценности так классно приплетаются. Смотреть Люба дорого. А тут? Как чье-то влияние обвинить? Поэтому давайте все же лучше о геях. Сотрудники утверждают, что пожар начался из-за короткого замыкания. Однако в крыле, где он начался, нет проводки. Внимание, в детском саду в целом крыле нет проводки. Круто! По-моему, это отличная возможность именно там провести урок об импортозамещении. Только вот как презентацию включить. Павел, ну это же детский сад, какие уроки? Интересные. К тому же в этом поселке детский сад выполняет еще и функцию школы. Спойлер, не от хорошей жизни, а от отличной. Год назад там сгорела школа. Учеников переместили в детский сад, так как в нем было свободное помещение. Теперь сгорел и садик. Куда дальше определять детей, мы сможем выяснить с началом рабочей недели. Но узнаем ли мы, чем история закончилась? Нет. Потому что обсуждать ее никто не будет. А значит и освещение она не требует. Логично же. И патриотам с телеэкрана, и их зрителям гораздо важнее, чтобы уволили директора из Екатеринбурга. Ведь детишки увидят. Кстати, в школьном пожаре местные жители тоже обвиняют тех же самых героев. Ну, кому это интересно? А то, что другие дети столкнулись с тем, что им теперь учиться негде, ну, это не настолько актуальная проблема. И вот сейчас минутка рекламы, и в том числе гордости. В моем телеграме можно найти новости о сгоревшем детском садике, историю с Красноярском мы еще на прошлой неделе обсудили, и о разваливающихся школах, и если бы хоть кто-то из настоящих россиян с огромной аудиторией, но я-то предатель и западный выкормыш, хотя бы один пост в неделю посвящали образовательным учреждениям, находящимся в аварийном состоянии, но это я что-то размечтался. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм. Ну, а теперь давайте попытаемся разобраться, что ж такого ужасного произошло в ЕКБ, что сгоревший детский сад с курящим директором оказался нафиг никому не нужен. Сразу же начну с вопроса. Обращаюсь в первую очередь к своим ровесникам. В лихие 90-е, которыми все так любят пугать, на внеклассных мероприятиях, на выпускном, в лагере, у вас, парни, никогда не выходили на сцену в женской одежде? Ну и наоборот, девчонки с усами. Мы вот и в классе седьмом на восьмой марта концерт Spice Girls устроили, и на выпускном тату пародировали. Да, я знаю, разврат. А еще я Бабу-Ягу для первоклассников своей мамы играл. Рупол, жду приглашения в Драгрейс. И никто из участников этих сценок, как мне кажется, не пытался пропагандировать какие-то нетрадиционные отношения и смену пола. Все хотели посмеяться. Было ли это сделано очень красиво и со вкусом? Нет, мы были подростками. И основной панч заключался в... Ха-ха, парень в юбке. Но, естественно, школьники из Екатеринбурга, наверное, пытались всех склонить на... Темную сторону. Радужную, то есть. Или их сознание уже было перепрограммировано западными инструкторами. Наверное, мы никогда не узнаем правду. А вообще, конечно, забавно, как люди, зажигавшие на деревенских дискачах под тату и сердючку, хорошее комбо. И годами наблюдавшие за разрывными, сарказм, шутейками новых русских бабок на телеканале Россия дружно ломанулись в комментарии с криком. Уволить! Справедливости ради, не только комментаторы возбудились. Правозащитный центр Иван-Чай пообещал написать письмо в прокуратуру. Ну, естественно, директора уволить, учителям выговор. Все как обычно. Администрацию вызвали в местное министерство образования, ведь такого разврата в уральской столице не потерпят. Замминистр образования тут же лично выехал в лицей, сообщили в соответствующем ведомстве. Оперативно! Особенно если учитывать, что сам конкурс прошел в начале мая. Это просто видео стало популярным в конце месяца. Канделаки обвинила уроки толерантности. Соловьев Ельцин-центр. А потом за директора неожиданно вступился губернатор. Завтра день защиты детей. Я хочу высказаться о том, что произошло в лицее номер 12 Екатеринбурга. Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе. Такие пародии мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить пусть и плохо. У нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят. Я тоже. За шутку можно пожурить. И школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе. Я не допущу, чтобы директор лицея из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом. Получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут. Но это по вашему мнению танец и шутка заслуги перечеркнуть не могут. От праздник со сгоревшим детским садом никакого отношения к уровню педагогических работников не имеет. Но тут дело серьезное. Под этим постом в телеграме губернатора 10 тысяч комментариев. И заодно портал ВАД. Все как мы любим. Большинство новостей в его блоге несколько тысяч просмотров не набирает. Но здесь все по-другому. Товарищ губернатор, а вы опубликуете видео с этим танцем? Либерал вы наш просвещенный. Да чего видео? Предложите, как и другие комментаторы, повторить. Я, к примеру, тоже так танцевать не буду. Растяжка не позволяет. Но это не означает, что всех педагогов нужно срочно уволить. Мне ж такое не нравится. Я вообще много чего делать не буду. Вот, к примеру, я не пью алкоголь. Ну, трезвенек я. Так представьте себе, я и не выступаю за сухой закон. Хочу меть. Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вам тоже сразу же после этого танца захотелось засосаться в десны с первым встречным мужиком? Ну и так, в порядке бреда напомню. Тату 20 лет назад гораздо правдоподобнее однополую любовь изображали. И что? По улицам сплошные лесбиянки расхаживают? Или вам плевать на будущее детей? Прогрессивные вы наши. Есть закон, и перед ним все равны. За дела свои надо отвечать. Вы представитель власти и получили мандат доверия от Путина. Вы зачем его подставляете? Вы зачем ввязались в конфликт с Соловьевым? Вы тоже ждали, когда президента вспомнят? А как они, по-вашему, к этому пришли? Не сподачили учителей и директора? Кто им о таком рассказал? Понимаете, директора и учителя рассказали десятиклассникам о вызывающих танцах и трендах ТикТока. Звучит правдоподобно. Не хочу никого разочаровывать, но тут передача, отсидевшая в 16, вот-вот на телеэкраны выйдет. Но это, безусловно, тлетворное влияние учителей. А вы тоже свой урок с тверкой начинаете? Вот я постоянно так делал. Старшеклассники же никогда друг другу пошлые шутки не рассказывают. Да и сексом до 18 лет никто не занимается. Я понимаю, что по себе других не судят, но вот я впервые задумался о сексе, дай бог памяти, сейчас. У меня просто учителя в школе хорошие были. Советской закалки. Черт, ну я уже рассказал, что мы зажигали под спайсгеллс. Хэштег разврат. Стыд и позор. Куй вышел в отставку и под следствие. Вместе со всем педсоставом. А зачем? Давайте расстреляем сразу. И директор, которого в пожаре обвиняют. Хорошее предложение. Ну прямо европейские ценности. Только ценности ли это? Разврат в школе должны наказывать и директора, и классного руководителя, и зауча, а заодно и руководство региона пора бы поменять. Согласен. Предложение расстрели все еще в силе. Губер ваш говорит о шутке. Однако в каждой шутке есть доля шутки. Остальное правда. А правда в том, что европейские ценности процветают на Урале. Стыдно. А можно еще пару точек в конце? Ну что прям так? Очередью. Евгений, если такой человек 50 лет работает педагогом, это проблема не только Министерства образования области, но и ваша личная проблема. Шутить, знаете ли, с умом нужно. А под *** откривляться, это знаете ли, никак с учебным процессом не вяжется. И где в этой шутке мораль? А когда вы на школьной дискотеке под Шатунова с модом Токинг танцевали, где там учебный процесс был? И вообще скажу, что для меня открытие, что в каждой шутке должна быть мораль. Наверное, сейчас самое время свое отношение высказать. А то меня опять в чем-нибудь обвинят. Всему есть свое место и время. И неплохо бы сначала подумать, к чему приведут твои действия. Крайними в этой ситуации оказались учителя и директор. Могли ли десятиклассники это предположить? Ну если они хоть иногда за новостями следят, то безусловно. Считаю ли я, что это пропаганда ЛГБТ? Нет. Это шутка, Степ. Возможно, не самое удачное. Но это никак не тянет на заявление в прокуратуру. В комментариях в Телеграме меня спросили. Павел, а почему, когда пропаганда идет с другой стороны, вы так позитивно не реагируете? Ну вот давайте просто сравним. Какое-нибудь видео, не знаю, Соловьева, или Михалкова, или высказывание Симонян. Они тоже шутят. Их выступления сопровождаются веселым смехом. Все в данный момент присутствующие понимают, что разыгрывается забавная сценка. По-моему, нет. Эти люди абсолютно серьезно что-то доказывают. В данном случае все окружающие смеялись. Сами участники этого действия, едва смех сдерживали. Люди понимали, что перед ними представление, шутка. И опять же, мы можем по-разному относиться к уместности этой шутки, к вкусу участников всего процесса. Но это шутка. А Соловьев не шутит. Михалков не шутит. Когда учителя что-то делают на уроке по методичке сверху, они тоже не шутят. Они абсолютно серьезно доносят информацию. Вот в чем разница. Понимаете, если мы подобные танцы будем считать пропагандой, тогда нужно запретить в жазе только девушке, тутсе. Это же явно намек на изменение пола. Директор лицея, классный руководитель и все лица, причастные к постановке танца, пропагандирующего ЛГБТ среди учащихся школы, должны понести наказание в соответствии с законодательством РФ. А вас, как покрывающего этот разврат, тоже привлечь к ответственности. Повторы уже пошли. Вас тоже в отставку. Не нужны даже намеки на такие шутки. Либератство наш недоделанный. Согласен. А еще улыбок поменьше. Помаршировали вокруг школы и домой. Новый выпуск Симонян смотреть. Этот танец однозначный разврат. И на шутку не тянет. Это разврат. И место ему в соответствующем заведении, ночном клубе, но никак не в школе. Это несовершеннолетние, это дети. Это очевидно и однозначно. Если взрослые, и тем более учителя администрации, этого не понимают, то значит подальше держать таких от детей и от вопросов образования. А если кто-то находит это невинной шалостью и трендом современности, то займитесь промывкой своих мозгов и нравственного облика чтением школьной литературы. Может что-то на место встанет. Только есть одна такая маленькая проблемка. Малюсенькая прям. У нас у школ не то, чтобы очереди из педагогов выстраивались. И если всех таких уволить, то кто работать-то будет? Вы? Хороший вопрос. Хочется закончить это видео на позитивной ноте. Меня очень радует, что главная проблема нашего образования пропаганда ЛГБТ. Вот в других странах, не таких хороших странах. Зарплата педагогов, нехватка этих самых педагогов, квалификация педагогических работников, материальная база школ, за этим ко мне в телеграм, отсутствие нормальной психологической помощи, ну и прочие прелести. А у нас это геи. Точнее танцы, которые связались с геями. Но ничего, мы их традиционными ценностями и заживем. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там весело и интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Нас не догонят! Нас не догонят! Нас не догонят!